Кто я? Я преподаватель учебного центра. Зовут меня Алексей Федорович, фамилия Губер. Я занимаюсь практически всем, что есть в направлении холлбест. Это курсы, связанные с диагностикой восстановлением работоспособности ПК. Это и программное обеспечение, и аппаратное средство. Это обслуживание рабочих станций и серверных вычислительных систем, то есть серверов. Это курсы, связанные с восстановлением утраченных данных. Это курс, ради которого вебинар затевается. Не секрет, что это рекламный вебинар. Только рассмотрим одну маленькую тему, которая рассматривается в этом курсе. Называется «Устройство хранения данных. Диагностика, ремонт, восстановление данных». Это полное название этого курса. А тема, которую мы рассмотрим с вами, это оценка отказоустойчивости основного накопителя. Ну, собственно, я просто в продолжении всего. То есть чем я занимаюсь по жизни? Мое направление холлбест, есть чем рассказать, что рассказать, есть чем поделиться. Собственно, коллеги, я предлагаю вот за эти 40 с небольшим минут поговорить о самом важном, что есть внутри вашего компьютера. Кстати, а что вы, вот допустим, ну, с коллегами, которые на той стороне провода тяжелее вот так вот онлайн общаться, нужно читать чат. А вот вы, коллеги, которые здесь в аудитории, вот для вас что является самым ценным, что есть внутри вашего ПК? Ну, там, говорит, у вас диск. Шесткий диск – это всего-навсего железка, правильно? Который, если она выходит из строя, мы горюем, попали на небольшую сумму денег, относительно небольшую, конечно. Идем в магазин, покупаем, главное, чтобы оно было совместимо по интерфейсу, ну и так далее, и подключаем. А вот на самом деле то, чего нельзя купить никогда в магазине, это что? А это тоже часть вашего ПК. Данные, ваши личные данные и информация. Информация, которая хранится вот как раз на основном копителе. Один из них, то есть одно из этих устройств – это жесткий диск. Вот это то, что является, с моей точки зрения, самым ценным, это то, что нельзя ни в коем случае при потере купить в магазине, правильно? Ну а следовательно, устройство, с помощью которого эти данные хранятся, одно из устройств будет называться жесткий диск. Что это такое? Мне, наверное, не надо подробно объяснять. Это коробка, контроллер, гермоблок. Используется, допустим, если это магнитный жесткий диск, магнитный принцип, там еще есть механика, сейчас об этом чуть-чуть подробнее поговорим. Вопрос, коллеги, как по части отказоустойчивости соответственно? То есть можно ли сказать, что это устройство на сегодняшний день является очень гипернадежным? Собственно, гипернадежным. Абсолютно нельзя. Одна из типовых проблем, причем это проблема, которую подстерегают пользователи и обычного стационарного ОПК, то есть домашнего ОПК, и тем более, если у вас ноутбук, там это случается чаще, это отказ основного накопителя. А что будет тогда с данными, которые вы там хранили, и если вы вовремя не сделали резервную копию, то есть не подстраховались? Что будет с этими данными, если накопитель умирает? Они пропадают. Ну, условно говоря, в зависимости от того, что является причиной отказа, то есть какова основная причина отказа, мы можем в некоторых случаях попытаться побороться за эти данные. Ну, а в некоторых случаях цена вопроса вот этой восстановительной работы перекрывает стоимость этих данных, и бороться уже нет никакого экономического смысла. А вот если бы вы были предупреждены заранее, то есть если бы вы обладали бы знаниями, информацией о том, что вот, допустим, ваш жесткий диск в ближайшие два месяца откажет, вы бы, наверное, что сделали с этими данными? Конечно, сделали бы резервную копию и подстраховались, то есть подстелили салонку. Вот, собственно, это та тема, о которой я хочу немножечко вам поверить. То есть это оценка отказа устойчивости накопителя и технология смартфона. Вот об этом вопрос будет речь идти чуточку позже, ну а сейчас давайте поговорим о самом накопителе. Что есть накопитель, какие они бывают, что за характеристики, где слабые, сильные места, каковы принципы работы. Вот об этом давайте подробнее поговорим. Что есть жесткий диск? Условно говоря, если говорить мы будем сейчас о разновидности, то есть каковы разновидности основных накопителей, а в принципе, что есть основной накопитель? Это устройство долговременного хранения данных, правильно? То есть это устройство, куда мы записываем данные, это данные наши личные, это данные операционной системы, эти данные там могут долговременно храниться. Вот если мы принципы, которые положены в основу работы каждого из этих устройств, мы можем сейчас разделить на, собственно, две линейки. Это магнитные накопители, это известные из поклонников технологии, уже давно известные используемые технологии, и относительно недавно появившиеся технологии, которые называются твердотельные накопители. Слушаю, я такие, да? Ну, собственно, коллеги, вот за то время, которое мне отведено здесь вот эти 40 небольших минут, поговорить и разобрать логику работы и первой, и второй категории будет очень сложно. Давайте остановимся на более массовом сегменте, все-таки магнитные накопители. Каково устройство магнитного накопителя? Формально любой магнитный накопитель, почему он называется магнитный, потому что в основе его работы есть принцип намагниченности магничного материала. То есть данные, которые записываются и хранятся, они хранятся в виде намагниченных доменов. Ну, то есть если когда-то сталкивались с таким устройством аудиовоспроизведения, как магнитофон, как он работал? Есть магнитная лента, которая с помощью механизма где-то протяжно проталкивается, продвигается под магнитной головкой, а через обмотки магнитной головки пропускается электрический ток, то магнитная лента, а точнее материал магнитный, нанесенный на эту ленту, намагничивается. А считывание происходит за счет обратного процесса электромагнитной индукции, правильно? Вот это примерно то же самое, что происходит здесь. Ну, конечно, грубо, конечно, с большими упрощениями. Ну, в общем, основное устройство магнитного накопителя состоит из двух частей. Это гермоблок, это вот такая коробка, которая является самой чувствительной, одной из самых чувствительных частей, и, в принципе, достаточно много отказов будет именно по этому компоненту у магнитных жестких дисков, и плата контроллера. Вот на этом слайде ее не видно, но в любом случае, понимаете, с обратной стороны этой коробки плата с основной логикой, с микросхемкой, с разъемами, разъем интерфейсный, разъем питания. Это то, чем мы подключаем это устройство к соответствующему контролю на материнской плате и в дискретном уставке. Нет, здесь интерфейс. Ну, смотрите, если речь идет о стандартном классическом подключении, это SATA интерфейс. SATA. Коротенький разъем, семиконтактный разъем. Видели? А до SATA был 40-контактный разъем. Видели? Помните. Это вот два пользовательских интерфейса, коллеги. И я упрощаю ситуацию. Дело в том, что, конечно, нельзя назвать, что это все интерфейсы. На самом деле, есть еще серверная платформа, есть интерфейс Казик, когда-то был, сейчас уходит потихонечку, но, тем не менее, до сих пор он еще используется. На смену ему пришел интерфейс SAS. Ну, здесь я не имею возможности подробно рассказывать. Ну, давайте вот на том, что именно мы используем дома. А дома мы используем сейчас SAS. Извините, SATA. Это семиконтактный разъем, ну и плюс разъем питания. Ну, то есть, в любом случае, понимаем, что две составные части – плата контроллера и гермоблок. А, следовательно, если классифицировать неисправности, которые бывают с этим диском, то их можно разделить на, опять же, неисправности электроники, то есть основного логика контроллера, и исключительно механические неисправности гермоблока. О чем здесь будет идти речь? Вот эта вторая часть неисправности, то есть связанных именно с гермоблоком, это, наверное, самое печальное, что может быть. Дело в том, что гермоблок – это механика, это прецизионная механика. Из чего состоит? Фактически, вот эта конструкция, представляющаяся некое количество пластинок, нанесенным магнитным материалом, называться будет шпиндельный механизм или шпиндель. Его задача – вращаться. То есть вот здесь, по этой крышечке, под этой крышечкой противовеса, находится шпиндельный двигатель, который при подаче питания и соответствующей командой будет раскручивать эту конструкцию и поддерживать определенную скорость вращения. Кстати, скорость вращения измеряется в оборотах на минуту, то есть в оборотах на минуту, и является основной характеристикой, от которой реальная производительность подобного накопителя зависит. Если мы берем типовую конструкцию накопителя, а что такое типовая конструкция, то, что мы не в ногуке будем вставлять, а в обычной системе, то есть тауэр, мини-тауэр и так далее, в обычных корпусах, вот это будет называться жесткий диск 3,5 дюйма, это его так называемый фонфактор. Так вот, если мы берем именно такую конструкцию, 3,5 дюймовый жесткий диск, как вы считаете, большинство моделей присутствуют сейчас на рынке по скорости шпинделя, будет какую характеристику иметь? 7200, да. Есть чуть более, есть очень маленькое количество дисков, где скорость шпинделя 5400. В основном, в большинстве случаев, это 2 дюймовые диски, 2,5 дюйма, это то, что для ноутбука используется, меньшего размера. Хотя есть и 3,5 дюймовый с такой же характеристикой. Есть диски, у которых шпинделя вращается со скоростью 10 тысяч. Есть диски, где шпинделя вращается со скоростью 15, и даже заявлены модельки, право на тех продаж практически нереально, со скоростью шпинделя 20 тысяч оборотов. Здравствуйте. На всякий случай, чем скорость шпинделя становится выше, тем требуемой точности механики усложняются в геометрической прогрессии, значит, себестоимость такого устройства становится геометрической прогрессией. Буквально, реально геометрической прогрессией. Более того, чисто технические моменты, чем скорость линейная поверхность относительно магнитной головки увеличивается, тем меньше становится плотной запись. Как результат, емкость этого диска будет в обратной пропорции уменьшаться. Ну, а тем не менее, основные реальные скоростные характеристики подобного накопителя зависят, в первую очередь, от скорости вращения шпинделя. Если вы хотите, ну, допустим, устремленные данные, ну, допустим, вот как раз для диска 3,5 дюйма со скоростью шпинделя, вращающуюся со скоростью 7200, в среднем мы получаем где-то от 120 до 170-180, это в лучшем случае. Больше этого мы никак не пойдем. Для SAT-интерфейса этого уже нет. Ну, то есть, это вопрос еще о том, что, зная, какова реальная производительность накопителя, можно сделать вывод, что является главным тормозом в работе вашего ПК. Это жесткий диск. Магнитный диск. На всякий случай просто знайте. Ну, то есть, помним, это шпиндель. Некое количество пластин с магнитным материалом плюс шпиндельный двигатель. И запись исчитывания осуществляется магнитными головками. На самом деле, там, вот в конце, на каждом карамисле, две магнитные головки. Одна из них магнитная, вторая резистивная, поэтому называется магниторезистивная. Одна используется для записи, вторая используется для чтения данных. Ну, если мы вот это будем упрощать, ну, будем считать, она одна. То есть, принцип достаточно простой. За счет вращения шпинделя поверхность прокручивается, магнитная головка занимает определенную позицию, и через обмотки магнитной головки пропускается электрический ток. Таким образом, поверхность, которая проскальзывала под магнитной головкой, намагничивается. Вот так осуществляется запись. Считывание за счет электромагнитной индукции, когда через резистор пропускается электрический ток, и резистор попадает в зону электромагнитного поля, меняется сопротивление, как результат, регистрируется запись. Вот таким. А? Система ФАТа, МТФС. Это уже логика работы, это файловая система, это туда глубоко внутрь уже файловая система, в операционку. Нет, об этом говорим, о физике устройства. Вот о ФАТах, об НТФСах и подобное, вот будет желание, коллеги, на всякий случай, я немножечко забегаю вперед, вот тот к нам подключился, и тот здесь аудитория. Ради чего этот семинар? Это рекламный семинар того курса, который называется устройство хранения данных, диагностика, ремонт, восстановление данных. Этот курс начинается в следующую субботу. 24 часа продолжительность курса, ровно 3 субботы. Будет желание, приходите, много чего интересного, кроме вот того, что здесь мы поговорим, много чего я вам обещаю будет интересно там. А можно еще? Да, конечно. А дата, скролище, системы, альбер, а инфинити, вы такие осматриваете? Вы имеете в виду уже конкретное семейство накопителей? Ваши конкретные семейства? Нет, даже, нет, ситуация здесь в том, что мы можем с вами теоретически поговорить, но это будет только теоретически, не более там. Я вам продемонстрирую, я вам продемонстрирую, только так. Обычные накопители, это то, что мы используем в офисах и домашних руках. Именно так, пока. Ну, в общем, смотрите, коллеги, говоря дальше о принципах работы, я думаю, что принципы, вот обозначенные мной, достаточно простые. Теперь еще один вопрос. А как построена организация хранения данных? то есть, можно ли взять пустой накопитель и сразу на него записывать данные? Можно? Нет, отформатировать. Отформатировать чего? Ну, поехали жестко. Посмотрите, коллеги, вы купили новый, новый, новый накопитель, достали его из коробки. Означает ли это, что на нем нет ни одного байта какой-то информации? Наверное, так. Нет? Нет. На самом деле, на заводе-изготовителе при подготовке этого устройства к продаже происходит разметка. Во-первых, разметка. Вот вся поверхность размечается на так называемые сектора, которые группируются в дорожки или треки, которые собираются в цилиндры. Есть такое понятие, как геометрия жесткого диска. Это три практики технических характеристики. Количество цилиндров, количество магнитных головок и количество секторов на дорожке. Самое главное, что в этом, это сектор. Что такое сектор? Надо обязательно ввести понятие сектора. Сектор – это минимальный перезаписанный блок накопителя. Меньше, чем сектор, не идентифицируется. Меньше, чем сектор, записать нельзя ни при каких условиях. То есть сектор – это некий блок с уникальным номером, адресом, благодаря тому, что у него есть уникальный адрес, контроллер жесткого диска может его найти и внутрь сектора записать данные. Ну, то есть сектор – это, условно говоря, коробочка, куда можно положить данные. У сектора есть определенная структура, то есть это тоже магнитная запись определенных служебных полей. Вот это все наносится на поверхность на этапе физической разметки на заводе изготовителя. Так что у сектора есть заголовок, у сектора есть поле данных, у сектора есть поля синхронизации, есть даже хвостовичок, который для коррекции ошибок используется, контрольная сумма, условно говоря. И вот это все там записано. Плюс, поверхность жесткого диска размечается по назначению на три области. Есть рабочая область у жесткого диска. Вот именно ее объем заявлен в паспортных характеристиках на жесткий диск. То есть если жесткий диск имеет объем 1 терабайт, это объем только рабочей области. Именно эта область нам доступна для чего? Что мы там создаем разделы, создаем файловую систему, храним наши данные. За рабочей областью размещается резервная область, нам недоступна. С ней работает контроль у жесткого диска. Мы ее достать обычным способом не можем. А за резервной областью размещается служебная область. Вот служебная область в работе вашего жесткого диска играет просто колоссальную, фантастическую, если хотите, роль. Я задавал вопрос, можно ли считать, что на жестком диске нет данных? Ну, во-первых, даже в заголовках сектора уже какие-то данные хранятся, правильно? Для идентификации сектора используются. А плюс, вот в этой служебной области хранится служебное программное обеспечение, которое записано туда производителем, и без этого программного обеспечения ваш диск превращается в обычный кирпич. Без возможности идентификации, без возможности достать что-то из него. Так что в данном случае не забывайте, пожалуйста, коллеги, что если говорить о неисправностях, неисправности бывают разного типа. Бывает неисправность магнитных голов, шпендельного двигателя, контроллера, а еще бывает неисправность вот того программного обеспечения. Если оно умирает, посмотрите, как бывает обидно, когда при диагностике обнаруживают, что диск фактически полностью исправен, то есть механика исправна, контроллер исправен, а диск не работает из-за того, что вот то программное обеспечение по каким-то причинам умерло. На всякий случай можно ли его достать, можно ли его заново записать? В некоторых случаях это возможно, но только необычными способами. Есть специальное оборудование, которое используется для диагностики восстановления накопителей. Называется это оборудование программно-аппаратный комплекс DC3000. И без него достать эти данные из служебной области нельзя. Вот в этом курсе как раз мы с этим комплексом тоже работаем, я его показываю. Это на самом деле профессиональный оборудование используется как сервисными центрами, так и профессиональными ремонтниками, которые используют вот собственно для восстановления и данных, и самого накопителя. Так что отвечая на вопрос, есть ли там данные, они там есть. Там служебное программное обеспечение управляющая работой диска. Каким образом PC3000 извлекает или дополняет какие-то что есть. Нет, смотрите, что есть PC3000, это платочка дискретного контроллера, который в PCI-Express в материнке вставляется. Там свое право, там свой контроллер, свой процессор, плюс софт под операционную систему. И вот благодаря этому софту жесткий диск будет переведен, если его подключить уже не к материнке, а к этому контроллеру, в так называемый технологический режим. А вот в технологическом режиме становится доступно вот эта самая служебная область. Можно зарезервировать резервную копию сделать, подстраховаться на всякий случай, если потом что-то случится. А если что-то случается и при диагностике вы определяете, что причины именно в этом, тогда из этой резервной копии можно восстановить. Имеется в виду не резервная копия ваших данных, а вот того служебного пола. Вот оно весит вот столько, но без этого пола жесткий диск не работает. Ну, того, оно находится где? В служебной области. А если оно врохнулось каким-то образом? А если оно врохнулось, у вас нет ее копии, форум вам в руки. Вот есть целый форум в интернете владельцев PC3000, они там много чем интересным делятся и много чем интересным советуют. Конечно. Но это придется вот так уже из разряда больно выданку хитро доставать, потому что производитель вам отсох не даст. Ну, или покупаете точно такую же модель диска с такой же прошивкой программного обеспечения полностью исправлено, и как донор оттуда берете это пол и туда как вариант так. А это область, которая там служебная подкаталка, сформатируется, кусочки открытия. Мы с ней вот обычными способами работать не можем. Она нам не доступна. Доступна она только с помощью программно-аппаратного корпуса. И на всякий случай, коллеги, вот вторая область, о которой я сказал, резервная. Резервная область используется для поддержки команды Реммап. Незнакомая команда Реммап. Не слышали? Реммап. Переназначение. Переназначение. Переназначение секторов. О каком переназначении секторов идет речь? Ну, вот конкретные примеры жизни. Вы купили новый жесткий диск. Подразумевается, что вы должны проверить каждый сектор, то есть на предмет исправим или не исправим, или мы подразумеваем, что там дефектов нет на новом диске. Это правило. Как вы считаете? Ну, смотрите, когда-то даже форматирование в операционной системе было двух типов. Полное и быстрое. Быстрое форматирование это не проверка. Без проверки это просто создание файновой системы. А полное форматирование оно проверяет каждый сектор на дефекты. Если сектор обнаруживается как дефектный, а это же кусок материала, он может дефектный быть. Тогда операционка этому сектору специальный флажок присваивает, и он не используется для записи. Вот сейчас при современных условиях установки операционной системы Windows 10 на этапе установки даже такого форматирования не только быстрая. Значит, это вроде бы как говорит, что мы купили новый жесткий диск, и там ни одного дефектного сектора нет. Правильно? Но на самом деле я вас обману, точнее, огорчу, извините, меня обмануло, вот именно огорчу, извините, ради коллеги, за неправильную формулировку. Дисков без дефектных секторов не бывает. Они скрыты производительно с помощью команды РемАП. То есть РемАП скрывает. То есть смотрите, что производитель тестирует рабочую область, обнаруживается поврежденный дефектный сектор, к нему применяется команда РемАП, она его подменяет исправным находящимся в той резервной области. Отныне ни одна программка не видит этого дефекта, он становится скрытым, незаметным. И к вопросу о том, есть жесткие диски, у которых больше изначально было скрыто на заводе изготовительных дефектов, есть жесткие диски, где было меньше скрытых дефектов. На что это будет влиять? Как вы думаете при работе? Скорость однозначно при большем количестве падает. А почему она падает? Потому что ведь когда головная область читая определенную дорожку, доходит до такого скрытого дефекта, она должна эту дорожку покинуть, переместиться куда? В резервную область и потом вернуться и продолжить читать уже исправные сектора. А туда-сюда-обратно это время, это время, плюс механика диска нагружается больше, ресурс быстрее изнашивается, ну и надежность диска делайте сами. Можно ли узнать сколько секторов на заводе изготовительных скрытых? Можно, но только с помощью 53 тысячи. Дело в том, вот там, в той самой служебной области, кроме служебного программного обеспечения, хранится много статистических параметров по жесткому диску. Вот таблица смарт, о которой сейчас немножечко поговорим, плюс есть табличка, которая называется P-List. Ее полное название Primary List. Это главная таблица дефектов жесткого диска. Она содержит адреса тех секторов, которые на заводе изготовитель были скрытые. Primary List. Primary List. P-List. Таблица дефектов. А есть еще User List. Это таблица тех дефектов, которые скрыл пользователь, уже работая с этим диском. Или сам накопитель скрыл, он тоже это умеет делать. А есть иногда еще табличка G-List. Я к вопросу о том, что такое табличка G-List. Это таблица, которая хранит состояние или событие превышения допустимой механической нагрузки. Попросту сколько раз вы его ударяли, били, роняли. Он даже это еще запоминает. Кстати, табличку G-List можно смартно почитать, если 3000 не нужно. User List тоже смартно читается, если 3000 не нужно. Ну, коллеги, это вот опять же несколько слов о логике организации работы этого накопителя. То есть так он работает. Ну, а теперь смотрите, коллеги, если мы говорим именно об оценке отказоустойчивости, а зачем это надо делать. Ну, смотрите, коллеги, если среди данных, которые вы храните на накопителе, есть ценная вам информация, ну, наверное, вы будете спокойнее ночью спать, если будете знать, что в ближайшие полгода вот с вашим жестким диском ничего вроде бы как не должно случиться. Правильно? Правильно. Сорежность у него высокая. А вот для этого вам нужно проанализировать его так называемый смарт. Оценка состояния жесткого диска, технология смарт. Давайте начнем с того, что такое смарт. Абриатура смарт расшифровывается Cell Monitoring, Analyzing and Reporting Technology. Если говорить уже словам пользователей, это режим, при котором жесткий диск во время работы собирает о своих состояниях статистику, запоминая в виде так называемых смарт-атрибутов. И мы потом можем с помощью специального ОПО, уже отдельного операционной системы, который в операционке устанавливается или загружается, эти смарт-атрибуты прочитать и проанализировать и узнать, сколько раз вы его роняли, сколько раз он допускал ошибок по чтению, ошибок по записи, сколько переназначенных секторов пользователь или он сам уже сделал, то есть зарематил, сколько механических ошибок, сколько раз включался, выключался, ну и так далее, и сколько часов он отработал. И до какой максимальной времени он нагревался, это тоже все там хранится. Вот это все технология смарт. Смарт-технология на самом деле была изобретена не сразу, то есть я к вопросу о том, что когда появились жесткие диски, смарт еще не было. Смарт-технология начинает использоваться жестким диском, начиная с интерфейса так называемого АТА-3. Кому интересно статистику, почитайте, погуглите, есть целый списочек интерфейсов, так вот интерфейс АТА-3, вот с этого момента жесткие диски поддерживают технологию смарт и поддерживают режим security, это режим парольной защиты, то есть установка парольной защиты на жесткий диск. Так вот, смарт-технология подразумевает, что жесткий диск во время работы сохраняет некоторые свои статистические характеристики и мы с помощью программ можем эти смарт-параметры смарт-атрибуты посмотреть. Одна из, с моей точки зрения, лучших программ, с помощью которых вы можете не только проверить смарт-диска, еще и продиагностировать жесткий диск, это программа «Виктория». Я, наверное, ну да, может быть неправильно сейчас реклама, на самом деле «Виктория» это бесплатный продукт HDD-911.com, это официальный ресурс, братья-белорусы поддерживают и делают эту программку, есть «Виктория» для командной строки, есть «Виктория» для винды, она бесплатная, она копируется, она позволяет вам много чего интересного по жесткому диску получить информацию, так же, как и продиагностируйте и прочитать смарт. Так вот, эту «Викторию» мы очень подробно проходим по курсу, который я рекламирую, то есть там целое занятие будет посвящено очень подробно разбору всех параметров «Виктория». Вот сейчас, сейчас, да, конечно. А здесь когда-то достоинство «Виктория»? «Виктория»? Да. Почему? Ну, «Досовская Виктория» вы можете подготовить в загруженную флешку, есть маленькое нош, что если у «Эйфи» «Биус» знаем, «Эйфи» «Биус» и командная строка не всегда совместимы, и чем дальше, тем больше не совместимы. А следует «Досовская Виктория», она вам поможет, но приусловивая старенькая материнская плата, которая работает с обычными «Викториями». Если речь идет об «УЭйфи» «Биус», а сейчас только «УЭйфи», готовьтесь к использовать «Биус» «Биус» «Биус». Она запускается с флешки, то есть можете ее на папочку на жесткий диск положить, с флешки, то есть она не требует инсталляции установки «Эйфи» запускаемой просто в любом носителе. Ну, она тогда поверит, да? Да, 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 она может продиагностировать диск, то есть тесты выполнить поверхность диска, она же может ремапы сделать поврежденным, сферам, она может вам показать состояние смарта, вот о чем я и хочу вам показать. Ну, вот, собственно, ну, по характеристикам диска, коллеги, я слайдики про пиву, очень бы хотелось бы, конечно, рассказать, но, к сожалению, время, оно и есть время. Вот, собственно, атрибуты смарта, отображенные в Виктории, по определенному жесткому диску. Что мы видим? Ну, смотрите, коллеги, у каждого атрибут, во-первых, что такое атрибут? Атрибут – это некий статистический параметр по диску, ну, то есть, некая его характеристика, одна из множества. Всего разработан несколько сотен смарт-атрибутов. Коллеги, не пугайтесь, несмотря на то, что их в жизни существует несколько сотен, ваш жесткий диск будет контролировать не все несколько сотен, но только очень небольшой набор тех очень важных параметров, которые сам производитель заставит контролировать. Обычно это где-то в районе 15-17 атрибутов, не больше. У каждого атрибута есть свой, так называемый, уникальный номер, называемый номером этого атрибута. То есть, вот в этой колоночке, первой колоночке ID отображаются номера атрибутов. Коллеги, обратите внимание, это непорядковый номер, это закрепленный за атрибутом его уникальный идентификатор, то есть его номер. Именно по этой причине, что у каждого атрибута есть четко зашипленный номер, неважно, в какой программке вы будете этот список отображать, и вот этот атрибут, который у нас raw, read и raw, read всегда будет за номером один. В любой программе. Именно по этой, опять же причине, некоторые дешевые, точнее, совсем бесплатные программки, с помощью которых атрибуты отображаются и контролируются, даже не пытаются название атрибута вывести на экран, а просто пишут номер. Атрибут номер один поменял свое значение с такого, то он такой, ну, вам это, в принципе, достаточно будет, потому что в любом справочнике вы знаете, что атрибут номер один это raw, read и raw, read. Ну, так вот, это уникальный номер атрибута, а это название атрибута. А дальше, смотрите, есть три колоночки с какими-то циферками. Колонка value это текущее значение атрибута. Не ищите информацию, что это килограммы, килогерцы. Это некий коэффициент, который вы считаете по определенности другим формулам. Может лежать в диапазоне от 0 до 255. Принцип следующий. По мере срабатывания ресурса жесткого диска это число уменьшается. А следовательно, по сути, оценка отказа устойчивости заключается в том, что мы по каждому из этих атрибутов должны контролировать в первую очередь вот эту колонку, колонка текущего значения. Означает ли, что непонятно допустимое значение для всех атрибутов 0? Нет. Не означает. То есть у каждого атрибута есть свое предельно допустимое пороговое значение, при достижении которого это значение жесткий диск умирает. И вот эта предельно допустимая колонка это трешок. Вот эта колонка. А следовательно, смотрите, поводов для беспокойства нет вот по этой характеристике, по РАУ, РИТ, РУ, РИТ. Вот текущее значение 200, а пороговое 51. Значит, если вот это еще далеко до этого порогового, значит, поводов для беспокойства нет. А следовательно, еще раз, коллеги, принцип оценки отказоустойчивости. Мы просматриваем по каждому из этих атрибутов колонку ВЛ и текущую и сравниваем, как далеко это значение до порогового. Если оно далеко, значит, ресурсу еще жить, жить и жить. И диск еще жить. Но если же по определенным атрибутам мы начинаем приближаться к пороговому, значит, пробить в колокола. Ну и, наконец, есть вот такая колоночка. Это наихудшее значение, которое когда-либо этим атрибутом достигалось. А еще может это улучшаться? Да, вот как ни странно. Дело в том, что очень тоже интересный вопрос, интересная подметочка такая. Если мы будем считать, что по мере срабатывания ресурса вот эти значения могут только-только уменьшаться, а по логике вещей другого быть не должно, правильно? То как тогда может быть, чтобы какие-то значения они еще и увеличились? Дело в том, коллеги, что атрибуты бывают нескольких типов. Есть атрибуты, которые являются количественной характеристикой. Ну то есть, что такое? Они подсчитывают количество событий, допустим, ошибок по чтению, включение-выключение накопителя, который с момента первого начала включения он допустил. Естественно, эти атрибуты расти не могут, они будут только вот их текущее значение уменьшаться, уменьшаться, это количество событий только будет увеличиваться, правильно? А есть атрибуты, которые регистрируют скорость возникновения событий. То есть, за определенный интервал времени, как часто, такие события бывают. Ну согласитесь, коллеги, жесткий диск в нормальном температурном режиме и жесткий диск в перегретом температурном режиме, при каких обстоятельствах он ошибок чтения допускать начинает больше. Естественно. То есть, у вас что-то случилось внутри системного блока, система охлаждения, как результат у вас атрибут, который именно скорость возникновения ошибок чтения, он начинает увеличенное количество регистрировать, и его текущее значение падает, 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 падает. Вы быстренько опомнились, починили систему охлаждения, температура восстановилась, и эти же ошибочки уже реже за это время, а значит, этот атрибут, он достиг какого-то там полки нижнего, начинает подрастать, их же меньше становится. А следовательно, смотрите, некоторые атрибуты действительно могут расти, некоторые могут только опускаться. Ну, смотрите, вот в чем минус Виктории Виндовской, она не показывает еще очень важную характеристику флага. Вот в Досовской Виктории здесь есть еще флаг атрибутов, а вот именно по флагу атрибутов вы бы могли судить, какие атрибуты могут расти, а какие только падают. Это судится по флагу так называемому. Виндовской Виктории флаги атрибутов нам не показывают. Ну, вот так создали. Ну, смотрите, если вы видите текущее значение, оно будет больше, чем значение худшее, значит, тот атрибут, который вы сейчас смотрите, он не только, он еще и растет. А если текущее и худшее равняются, сравниваются, то есть одинаковые, значит, это только минус. Другого не дано. Ну, собственно, коллеги, дальше колонка раута. Для некоторых атрибутов она будет показывать количество контролируемых событий. не для всех, а только лишь для некоторых. Опять же, для каких атрибутов? Это судя по флагу. Есть такой флаг, C, называется он Evans Count, количество событий. Он как раз говорит о том, что этот атрибут будет являться счетчиком этих событий. Ну и в колоночке Health это текущий запас атрибутов. То есть по мере того, как ресурс срабатывается, у вас уменьшается зеленое, потом желтенькое, а потом красненькое. Красненькое, появление красненькой зоны с одним кубиком говорит, что мы практически прибыли. Это как запас Health. Это запас графическое представление запаса атрибутов. Ну а теперь смотрите, коллеги, наверное, все-таки просто несколько слов о том, какие атрибуты, какие бывают. Вот смотрите, здесь по списочку. Атрибут за номером Row, Read и Row Rate. Это вот как раз атрибут, который контролирует скорость появления шаберчей. А значит, его значение может не только опускаться, но и подниматься. Атрибут за номером 3 SpinUpTime, время раскрутки шпинделя. Атрибут за номером 4 Number of SpinUpTime, количество повторных, то есть ошибочных раскруток шпинделя. Что считается ошибочной раскруткой шпинделя? Ну смотрите, коллеги, если по регламенту на сам накопитель после подачи питания и команды, разрешающей работу шпинделя на двигатель, шпиндель должен достичь определенной номинальной скорости за строго определенное время. Если он раскрутился, достиг, но за время большее вот это событие как раз контролируется. То есть в принципе он достиг готовности накопитель, но времени потребовалось больше, чем предусмотрен регламент. А что за обстоятельства, из-за которых шпиндель, допустим, достигает скорости вращения больше, за большее? Есть несколько причин. Первая причина, это не совпадающие температурные режимы или перегрев, трение выше, или наоборот низкая температура, опять же трение выше. Или износ уже механики. Это плохой признак. Значит, скоро жесткому диску уже будет совсем плохо. Идем дальше. Relocated sector count это количество в предназначенных секторах. Вот как раз те, которые делал или пользователь, или сам жесткий диск. То есть, это не заводские ремапы. Заводские ремапы не контролируются смартом. Ну, было бы здорово, наверное, если смарта была бы. Ну, было бы контроль. Ну, смотрите. Relocated sector количество предназначенных секторов. Вот здесь это количество. То есть, вот тот жесткий диск, с которого этот смар снимался, говорит о том, что надежность потрясающе хорошая. Он за все время работает. Ни одного ремапа сам не сделал. То есть, только то, что было на заводе. А значит, его качество магнитного материала в течение времени не ухудшилось. Это очень хорошо. Очень. А вот если здесь будет какое-то количество, здесь уже смотрите. Я не говорю, что этот жесткий диск нельзя использовать. Можно, но на нем появляются дефекты. А это говорит уже о многих. Да. А почему нет? А почему нет? А почему нет? Ну, вот у этого жесткого диска еще очень долго. Вот, судя по этому смартам, я здесь придраться не могу. Ну, да, по Power Room Time странно, почему он... А, ну, подождите. 16 тысяч часов. Почти 17 тысяч часов он отработал. Ну, смотрите. Power Room Time это количество отработанных часов. По колоночке RAW почти 17 тысяч часов. Ну, насколько это много? Дело в том, что ресурс у магнитного диска достигать может 500 тысяч часов. но это непрерывная работа без выключения. С каждым новым старт-стопом его ресурс становится меньше, 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 меньше. 17 тысяч это немного, но, в принципе, уже и немало. Именно по этой причине практически в два раза, ну, как бы в два раза уже по атрибуту нового венчания. Видите? Понятно. Если его выключать по экономике, лучше что ли? Наоборот хуже. Хуже? Конечно. Давайте начнем с того. Вот я по образованию инженер электроник. Кто такой инженер электроник? Это тот, кто обучался при получении высшего программировать и логику, в частности, и процессоры, и контроллеры разрабатывать. Я вам как инженер электроник могу совершенно точно сказать. Есть такое понятие, как переходные процессы. В момент, когда электричество в цепях начинает двигаться, там показатели по току могут превосходить допустимые значения на порядке. Это самое слабое место и самое отказываемое место и время в работе логики. А следовательно, чем реже вы выключаете, тем дольше и надежнее оборудование будет работать. Уж тем более, где есть механика. Поверьте. Механика, прецизионная механика, у нее износ именно опять же в момент старта стопа. Ну что, колоссальный износ. Здесь вообще не включат? Ну, такого уже не бывает. Мы же все равно выключаем. Поэтому, знаете, вот если вы выполняете какую-то задачу, в результате которой вы можете не выключать компьютер или выключить, ну, в любом случае, так и так сделаете свою задачу, то лучше выбрать режим, когда компьютер не выключается. это уже мой. на курсе, у меня есть курс технического обслуживания ремонта. Когда слушатели собираются, выполняют диагностику, им нам надо джампер на материнке переставить, отключить кабель и так далее. и когда они ошибок позиционировали, power on time, количество часов наработки, ну, сколько часов он отработал. Spin up retrace это количество повторных раскруток шпинделя. Recalibration retrace это количество попыток рекалибровки, рекалибровка это операция, то есть по старту шпинделя, то есть до сигнала готовности выполняется рекалибровка, вот сколько он рекалибровал, сделал. Start, Stop, Count количество полностью, полных циклов включения и выключения шпинделя. Это контроль температуры. Relocated event count это количество переназначенных событий, ну, то есть практически то же самое, что и сектор, только здесь события считаются. А вот Current Pending Center это количество обозрительных секторов, то есть кандидата на будущее ремарпы. Offline Scan UNC Сектор количество ошибок, корректируемых ошибок в режиме оффлайн, UltraDMA, CRC, количество корректированных ошибок в режиме UltraDMA, MultiZona Errorate это количество ошибок, ну, то есть как раз работы с областью, служебной областью. Ну, смотрите, коллеги, еще раз по поводу того атрибута. На самом деле, почему я пробежался и не дал вам возможности там записать, в этом нет необходимости, потому что каждый атрибут у стандартных любого справа очкивалы и прощения. Здесь главный смысл, смысл. Вот этот списочек будет зависеть от того, как эта технология настроил производитель. Но если диск магнитный, вот этот список примерно на 98% будет повторяться неважно старый жесткий и новый жесткий. А если он твердотельный, здесь исчезнут характеристики механики, но добавятся характеристики флеш-планетки. Там тоже есть о чем поговорить. А принцип достаточно простой, еще раз скажите. Понимая, зная назначение каждого атрибута, вы должны будете для оценки отказоустойчивости текущее значение сравнивать с пороговым. Если текущее далеко до порогового, значит надежность низко высокая. А вот если атрибуты или какой-либо атрибут приближается к текущему пороговому, значит тогда думайте уже сами. Там скорость одинаково будет, как это делать. Скорость, как это. Это как повезет. Честное слово. То есть если я смотрю уже там раз-две недели что-то происходит, это не гарантирует, но скажите, вам не надо это даже руками. Дело в том, что среди софта, который устанавливается под минус, есть программунки как платные, так и бесплатные, которые в режиме онлайн будут контролировать атрибуты и будут всплывающими окнами вам выводить подсказки, если атрибуты будут меняться. Просто всплывающее окно. Smart, UR, ну и подобные. Погублите. Сплатные есть бесплатные программы. И если вы хотите, чтобы контроль осуществлялся постоянно, вы такую программунечку устанавливаете и просто вот даже не используя Викторию, получаете в режиме онлайн сообщение, когда атрибуты меняются. Если вы получите сообщение, что оно приближается к критическому, тогда вы возьмете Викторию, посмотрите уже конкретно и сделаете вывод, насколько это критичная ситуация. Вот такой алгоритм. То есть я выделю, когда я стану? Да, да, да. Ну что, коллеги, в наше время истекло. Скажите, а вот эти программы, которые вы пишете, Шреддер, ЗАГ, которые навсегда удаляют информацию? Да. Есть спецификации на удаление информации, просто программки, которые вы сейчас говорите, мне название ни о чем не говорят. Надо читать информацию, если мне соответствует соответствующим международным сертификатам, значит, тогда да, хорошо. Помните, что полное удаление данных, если говорить о гарантированном удалении для магнитного диска, это уничтожение магнитного материала. То есть фактически это даже не просто на труху его порубили, а взяли пескостройку и магнитный материал с пластин стерли. Вот тогда гарантированно 100% уничтожение данных. Расплавили накопитель жидкий металл. 100% удаление данных. Электромагнитная печь, которая электромагнитным мощным импульсом просто перемагничивает все, уничтожает даже физическую структуру. Да, это тоже. А вот программки, которые не трогают логики сектора, просто перезаписи. Вообще считается, что если один раз сектор перезаписался, тем более одним кодом, не повторяющимся кодом, то есть возможность что-то восстановить. Это уже программно-аппаратным методом надо действовать. То есть не программ. Программу уже ничего не восстановить, а программно-аппаратным есть восстановить. А вот если вы три раза перезаписали и код, которым перезаписывали, меняется, вот тогда даже аппаратно-программные методы уже почти не дают результат. Это еще больше результатов. Еще больше результатов. Хочу вам попросить? Да, конечно. Есть вероятность, если не восстановление данных, то есть резервы, опять-таки очень дают. Практически нереально. Я не могу сказать, что негарантированно. Я могу сказать, практически нереально. Понятно. Вот моделла хорошая, дел своих же дисков не производит. Там могут стоять обычных производителей дисков. Надо модель конкретную. Коллеги, если говорить о производителях, рекламку, ну это реклама уже будет, я могу совершенно точно сказать. Дело в том, что выделить сейчас какого-то одного производителя, сказать, что это очень надежный диск, я не могу. Сейчас даже те производители, которых я всегда использовал и предпочитаю до сих пор, имеют тоже так же в лотерею, купив, попасть в просак, и как результат диск может быть и строить. То есть это устройство, которое сейчас не является супонадежным. Просто относительно к этому именно так. Ну да, при черном старом месте работают. Вот. Вот. А вот который из АТО, не сломался. Вот показатель того, о чем я сейчас сказал. Субтитры создавал DimaTorzok